Аудиокниги Вероника Лисневская Как стать папой за пять минут Где моя жена? Где мой ребёнок? Громыхаю на всю палату, бешеномеряя шагами пол. И плевать, что никакие они не мои. Я в отчаянии и хочу знать, что с ними случилось. Вы охренели все в этой богадельне? Молнией пересекаю помещение, когда дверь наконец-то открывается, и на пороге появляется санитарка с выглаженным больничным бельём. Сначала они забрали малышку, потом увезли на каталке Киру, а меня самого затолкали в эти казематы и бросили, ничего не объяснив. На все мои вопросы дежурная медсестра, как попугай, повторяла «Ожидайте в палате». Больше ничего от неё добиться я не смог, а остальные медики будто испарились. Видимо, забились по углам, сливаясь с интерьером. Не роддома, а больница-призрак. Единственное, что меня до сих пор удерживает от того, чтобы не разобрать по кирпичикам старое здание, так это другие роженицы, которые с опаской выглядывают из своих палат и тут же прячутся обратно от обезумевшего бати. Особенно не хочется пугать младенцев. Они же не виноваты, что вместо родильного дома угодили в сумасшедший. «Успокойтесь, папочка». Невозмутимо произносит санитарка, нагло отталкивая меня от прохода. Несёт постельные принадлежности, перестилает койки. «Две». Значит, есть надежда, что Киру мне вернут. Другой вопрос. Какого чёрта нам готовят этот номер для новобрачных, если я не собираюсь торчать в роддоме все праздники? Но на него я потребую ответ позже. Прежде всего, мне надо убедиться, что Кира в норме. «Пустите меня к жене, если не хотите проблем». Сурово рявкую, но мои угрозы словно в бетонную стену бьются. Пора менять тактику, чтобы не терять драгоценное время. Не моё, а Кирочкино. На часах без пятнадцати двенадцать. А мне? Глубоко плевать на наступающий Новый год. Мысли и чувства захвачены чужой семьёй, которую здесь считают моей. Все и даже я сам. Какой-то массовый психоз. «Не мешайте врачам спасать мамочку», — пожимает плечами женщина, встряхивая простыню. Её небрежно брошенное «спасать» застревает в сознании. «Что с ней?» — машинально выдыхаю. «Вы побледнели?» — косится на меня, на автомате заправляя подушку в наволочку. «Может, водички?» «Лучше водочки!» — неудачно шучу, неосознанно опускаясь на край больничного матраса с печатью. «Позовите кого-нибудь, кто может нормально объяснить, что с Кирой». Мямлю и не узнаю собственного голоса, будто язык онемел и прилип к нёбу. Сквозь дымку наблюдаю, как санитарка оставляет работу и сбегает из палаты. «Хреново!» «Значит, и её спугнул!» Устало роняю голову облокотившейся колени и устремляю пустой взгляд вниз на стерильно чистый, однако, поцарапанный в некоторых местах линолеум. Слышу шаги, но не могу заставить себя отреагировать. Все мысли о мамочке, которую там спасают, пока я прохлаждаюсь без дела. Чувствую острый порыв встать и бежать в реанимацию, выбивая по пути двери, но тело не подчиняется. Заклинило. Парализовало. Перед носом взмахивают вонючей ватой и жуткий запах бьёт напрямую по мозгам. Отрезвляет, проясняет мысли, рассеивает туман в глазах. «Фу, ёлки, что за гремучая смесь!» Резко отпрянув, едва не впечатываясь локтем в тумбочку. «Мёртвого поднимет!» Будто в подтверждении своих слов рывком встаю с кровати. «Нашатырь. Мне санитарочка Алина сказала, что вам плохо. Невозмутимо звучит рядом, и я узнаю ту самую акушерку, которая была с нами в родильном боксе. Хватаю её за предплечье. Плохо будет вам, когда я жалобу в Минздрав оформлю на всю эту подпольную лабораторию!» Рычу на неё. «Что за бардак?» «Понимаю ваше негодование, но всех срочно вызвали в реанимацию», акцентирует Сукором. «К вашей жене. Ей повезло, что вы успели в роддом, и она не рожала в дороге». «Всё настолько серьёзно?» «Ослабив хватку, отпускаю попавшую под раздачу женщину». «Кровотечение остановили, её жизни ничего не угрожает. Произносит так спокойно, будто для неё это рутина. В то время меня начинает бить мелкая дрожь. Потихоньку приходит в себя, но пока полежит под капельницей. Пусть отдыхает. Тем более у неё есть вы. Кстати, вам надо будет кровь сдать, чтобы вернуть в банк доноров, откуда мы взяли необходимое количество порций для переливания вашей жене. «У вас какая группа?» «Вторая положительная». Называю, не задумываясь, мысленно подписывая согласие. «На всё, мать вашу! Не девчонка, а 33 несчастья. Переливания, значит? Этого ещё не хватало». «У неё такая же. Медик удовлетворённо осматривает меня, как древний вампир, выбравший жертву после долгой спячки. Завтра восполните». Инстинктивно киваю, не совсем соображая, на что соглашаюсь. «Надо же! Названная жена, а кровь пьёт, как настоящая. И самое страшное, что мне не жалко, пусть даже до последней капли всё из меня выцадет. Главное, чтобы Кира выкарабкалась. А ребёнок?» Спохватившись гневно и взволнованно, как родной отец, гаркою и эхо разносится по палате. «Дочка где?» «Поместили в кувес». Незамедлительно рапортует акушерка, испугавшись моего панически строгого тона. «Могу вас провести к ней и...» Конец её фразы летит уже мне в спину. Рикошетит и теряется в гуле громких быстрых шагов. «Стойте, куда же вы?» Вылетаю в коридор, молниеносно и, как в тумане, пересекаю его, пытаясь ориентироваться по указателям. Ни хрена не соображаю. В висках стучит кровь, в груди бушует пламя, ноги передвигаются на автомате, а мимо меня мелькает вереница одинаковых дверей. Одна из них резко открывается, и путь мне неожиданно преграждает Ланская. Не успев затормозить, я едва не сбиваю её с ног. Вместо того, чтобы извиниться, недовольно цежу сквозь зубы. «К ребёнку пустите, иначе...» Врач нагло взмахивает рукой, даже не удостоив меня взглядом, смотрит куда-то поверх моего плеча, хмурится. Детское отделение в противоположной стороне. Небрежно сообщает, а потом повышает голос. «Мария, я просила вас помочь. Почему по коридорам беспризорные папки слоняются?» Я не проглатываю возмущение. Впрочем, она права. Я ничей, беспризорный, приблудился к чужой семье. «Сбежал, Нина Витальевна!» Доносится в ответ, и я оборачиваюсь, выгибая бровь. Что значит «сбежал»? Я же не пёс какой, шелудивый. А кушерка, поравнявшись со мной, касается моего локтя. «Идёмте, покажу, где ваша лялька». По-доброму улыбается и поглаживает меня по предплечью, словно общается с буйно помешанным. «Подождите», — останавливает Насланская. «Простите, как к вам обращаться? В самотоке забыло ваше имя, а документы в приёмном покое. Кира и...» «Пётр». Представляюсь, не учитывая то, что её настоящего мужа зовут иначе. Интересно, где он и чем занимается? Бухает, пока его жена тут родила и лежит под капельницами. Вот уж поистине отец года. Плевать, не до него сейчас. Позже разберёмся. Что ж, Пётр. Состояние Киры стабильное. У ребёнка, насколько я знаю, от неанатолога, тоже всё в пределах нормы. «Выдыхайте», — командует. А я, восприняв её слова буквально, так и поступаю. «Единственное, вам придётся съездить за сумкой, которую собирали в роддом. Нужны вещи для мамы и малышки, одноразовые пелёнки, подгузники, урологические прокладки, специальная смесь». Перечисляет так быстро, что я даже разобрать ничего толком не успеваю. Не то что запомнить. «Список мне составьте, я всё куплю». Перебиваю её, встряхнув головой, чтобы привести мысли в порядок. Спотыкаюсь о недоуменный взгляд. «Эм, сумка...» Тяну задумчиво. Кручусь, как уж на сковороде, и сам не понимаю, зачем. «А сумка осталась в доме за городом. Мы живём очень далеко, добираться тяжело и долго. Я лучше куплю всё необходимое». К гамадрилу я ехать не готов. Убью же и сяду. Кто тогда о девочках позаботится? Да и где его искать? Ни адреса не знаю, ни названия ресторана, ни номера телефона. Ко всему прочему, я рожу его пьяную видеть не хочу. И рассказывать, где Кира. Наверное, подсознательно опасаюсь, что он опомнится и решит вернуть жену. Это вообще-то логично и правильно, но... К лешему пусть катится. Уродец, блудливый. «А в наш роддом вас как занесло?» С подозрением прищуривается врач. «Свадьбу в этом районе гуляли». Парирует тут же. «Жена выбрала ресторан, а я не смог ей перечить. Беременным отказывать нельзя». «Хм, допустим», — хмыкает, сканируя меня с ног до головы. «Только вряд ли вы поблизости найдете что-нибудь. В округе все магазины закрыты минимум до 2 января. Вниз по улице аптека круглосуточная, но там не все есть». Барабанит пальцем по подбородку. «Ладно, придется звонить в скорую помощь». Нащупываю телефон в кармане медицинских штанов. «Я так и не переоделся после партнерских родов. Да и к ребенку в грязной одежде нельзя». «Куда? Зачем?» Врач и акушерка удивляются в унисон. «Неважно. Ведите к дочке». Киваю им, прикладываю трубку к уху. Ланская подает какие-то знаки подчиненной, а сама возвращается в свой кабинет. Дальше по коридору мы идем с акушеркой вдвоем, следуя за ней, стараясь не отставать ни на шаг. Слушаю длинные гудки в динамике. «Славен, надеюсь, ты меня с наступающим Новым годом звонишь поздравить?» Без приветствия гремит Костя на том конце провода. «Через пару минут выступление президента, а потом куранты, шампанское». На фоне что-то говорит его жена Вера. Звенят бокалы, визжат и смеются дети. «Не до тебя, сам слышишь», — добавляет Тиша с теплом в голосе. «С наступающим, Костя, выручай», — умоляю, поборов гордость и угрызение совести. «Та девчонка, о которой я тебе говорил, родила. Вещи нужны для нее и малышки, а у нас с собой ничего нет. Я сам в медицинском костюме щеголяю, как клоун, обреченно выпаливаю». А Мария передергивает плечами, обиженно буравит меня взглядом и красноречиво одергивает на себе белый халат. «Извините, просто мне не идет, а так отличная форма». Натянуто улыбаюсь ей. Акушерка молча отворачивается, расправляет плечи и ускоряет шаг. Не хватало мне еще и с ней повздорить. Такими темпами в роддоме у меня совсем союзников не останется. «Охренеть!» После паузы шипит Воскресенский. А его тут же укоряет жена, чтобы не ругался при детях. «Прости, любимая!» Шепчет ей и, судя по звуку, целует в щеку. Закатываю глаза. Семья превратила моего начальника в невероятного подкаблучника. Вот поэтому я пас. Я уже побывал однажды в созависимых отношениях с истеричкой. Мне на всю жизнь негативного опыта хватит. Все. Больше туда ни ногой. После развода я одинокий волк, свободный, как ветер. Куда хочу, туда и лечу. Правда, в новогоднюю ночь меня занесло совсем не туда, куда я планировал. Но это, скажем так, внештатная ситуация. Ты предлагаешь мне сорваться посреди ночи и гонять по магазинам за подгузниками? Славин, ты не ошибся номером. Злится Костя, а я терпеливо жду. У него первая реакция всегда такая. Отрицание, гнев. Но в итоге он обязательно поможет. Мысленно запускаю обратный отчет. Три, два, один. Так, слушай. Вещи не проблема. Сейчас выберем из того, что у младшей дочки осталось. Для твоей Киры что-нибудь Вера из гардероба выделит. Через час-полтора привезу. А что в аптеке докупить надо? В этот момент дверь в кабинет распахивается, а меня ведут к одному из кувезов. Акушерка приоткрывает его и отступает, позволяя мне увидеть дочку. Сразу же узнаю ее по личику. Я трубку передам. Тебе продиктуют. Вяло произношу, вручая телефон Марии. Она начинает что-то перечислять, но я отключаюсь от всего внешнего мира. Внимание сконцентрировано на ребенке, мирно спящем на матрасике внутри прозрачного ящика. Просторное помещение схлопывается до размеров спичечного коробка, и в нем не существует никого, кроме нас двоих. Затаив дыхание, протягиваю руку к малышке. Легко, невесомо касаюсь кончиками пальцев сжатого кулачка. По размеру он как грецкий орех. И вся девочка словно игрушечная. «Обязательно ее в этом инкубаторе держать, как цыпленка?» Чуть слышно спрашиваю, когда звонок обрывается. Боюсь потревожить детский сон. Акушерка подходит ближе, поправляет подгузник, который кажется безразмерным на хрупком худом тельце. Проверяет температуру. Все это время слежу за малышкой, аккуратно придерживая ее за ручку. Почти не дышу и не двигаюсь, чтобы не сломать ничего. Чувствую себя гулливером в стране лилипутов. Это стандартная процедура для детей, которые рождаются раньше срока. «Не беспокойтесь, ваша девочка крепкая, здоровая. Девять из десяти по Абгар. Важно, информирует меня Мария, хотя мне это ни о чем не говорит. Хорошистка, видимо. Понаблюдаем немного, и, как доктор даст добро, переселим к вам в палату». «Куда?» Вздрогнув, ошалело кашусь на улыбчивую акушерку и не разделяю ее радости. В тот же момент чувствую, как крохотная ручка сжимает мой палец, будто не желает отпускать. «У нас давно практикуется совместное пребывание матери с ребенком», невозмутимо продолжает Мария, словно лекцию читает. «Так как мама не в форме, в первое время поможете ей вы, папочка. Не переживайте, всему научим». «Не хочешь — заставим, не можешь — научим». «Вот это я по уши погряз во внезапном отцовстве». «Подождите, мы так не договаривались». Мои возмущения перебивают залпы фейерверков за окном. Ночное небо озаряется яркими искрами, которые осыпаются на землю вместе с белыми, кружащимися снежинками. Волнуюсь, как бы от громких звуков не проснулась малышка. Она ерзает, морщится, не отпуская мой палец, но глазки не открывает. Свободной ладонью я накрываю ее животик и с ужасом отмечаю, какой огромной выглядит моя лапа на ребенке. Замираю, боясь пошевелиться. «Великан, ты нахрена вообще к крохе полез? Кира же убьет в случае чего». «Как назло, акушерка куда-то делась. Я не заметил, когда она выскользнула из кабинета. Кинула молодого отца, неопытного и вообще фиктивного, на произвол судьбы». «Да уж, с Новым годом». Бубню в пустоту перед собой. «С новым счастьем, что ли». Опускаю взгляд на новорожденную и усмехаюсь. На часах полночь, где-то на другом конце коридора дежурные медики поздравляют друг друга с Новым годом, а я стою над кувезом, успокаивающе поглаживаю чужую дочку и не могу бросить ее одну. Словно она и правда мне родная. «Вот так, да. Грубый голос срывается в хрип, и я с трудом узнаю в нем всегда бархатный и мягкий баритон моего мужа. Сейчас Макс приглушенно рычит, как раненый зверь. Может, ему плохо? Съел или выпил что-нибудь не то? Вот так хорошо. Противоречит моим предположениям, словно намеренно спорит со мной. Подобрав юбки свадебного платья, толкаю дверь в подсобку, откуда доносятся странные звуки. Застываю на пороге, не в силах сделать шаг. «Да, детка, какой кайф!» Продолжает монолог, от которого мне хочется закрыть уши руками и заорать, что есть мочи. «Ммм, тоненькая талия и никакого пуза!» След загадкой фразы раздается мерзкий смех гиены. Не верю собственным глазам. Сердце разрывается и истекает кровью. Передо мной, любимый муж, сомнений нет.